Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за PSG. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну а мы начинаем. Ну что же, сегодня у нас 4 интересных матча. Первые 2, может быть, как-то и не очень. Мы начинаем с выездной игры против Реймса. Далее у нас домашняя игра против... Я даже команду эту вот, не могу прям так понять. Так вот, 11-го числа. Правда, первый раз как будто вижу эту команду. Это Клермонт Фут 63. Вот так вот. Ну а дальше выездная игра в Лиге Чемпионов против Манчестер Сити. И дальше домашняя против Леона. То есть, действительно, начало такое скучное у нас пойдет, унылое. Но потом и Манчестер Сити, и Леон в двух матчах подряд. Поэтому будет интересно. Против Реймса я вырискнул. Сейчас посмотрим на наш состав. Да, мы выйдем против Манчестер Сити, конечно. Против Реймса. Первым составом против Клермонт. Вот этого Фут 63 выйдем. Вторым составом. Ну и против Манчестер Сити с Леоном выйдем основными первыми составами. Поэтому как-то так. Давайте начинать. Составы на ваших экранах. Реймс против ПСЖ. Поехали. Ну что же, Кельян Баппе забил три мяча в последних трех матчах. У него хорошая статистика. В последнем вроде матче мы выпускали его просто на замену. Там на 85-й минуте. Но и он в этом даже матче умудрился у нас забить. Вообще замечательная у него статистика. Стейт Муниципал. Реймс принимает Париж Сен-Жермен. Интересная игра сегодня у нас предстоит. Поехали. Через Гуе. Очень плотно прям сидят игроки Реймса. У себя в штрафной. Уже даже Неймар с мячом пробивает и забивает. Девятая минута. 1-0. Неймар шикарно сместился со своей позиции. Ну и вот такие вот танцульки у наших игроков. Гол красивый конечно получился. Вот Неймар с Месси в хорошем естественном настроении. Очень хорошо начали. Потому что выездную игру. Но там не видно прям в миллиметрах наверное разница. В штрафной или из-за штрафной. Но вот с этого ракурса видно что из-за штрафной. То есть мяч полностью там линию штрафной площади не пересек. Поэтому скорее всего из-за штрафной. Был забит этот гол. Ну что же 1-0. Забивает Неймар. Третий гол в двух матчах. То есть у него получается получше сейчас статистика. Нежели чем даже у Кельяна Мбапе. У Мбапе 3 мяча за 3 матча. У Неймар вот 3 мяча за 2 матча. Поэтому вот так. Неймар подача на Рамоса. Пролетают все мимо. И вы просто посмотрите. Это что такое сейчас было? Так уверенно играл Райкович. Но пропустил от Вейналдума. Джинни Вейналдум. Забивает. Делает счет 2-0. Смотрим еще раз на этот момент. Подача. Здесь так не прошла. Хакими. Причем я бил. У него как-то это получилось. Передача отдать. Вот. Ну и Вейналдуму здесь. Как-то так странно. С рикошетом. Ну. Теперь-то понятно. Да. Но все равно мне кажется. Райкович мог. Затащить. Там Рамос. Я заметил на повторе. Лежал на газоне. Получил может какое-то повреждение. Но главное, что мы забили. Курьезный, не курьезный гол. Главное забили. Все. Финальный сысток. 2-0. Пассажир уверенно обыгрывает Реймс. Но по матчу бы так бы мы и не сказали. Должны были пассажир переигрывать крупнее. Там и Реймс мог забивать. Просто растратили все свои моменты в атаке. Парижане упустили кучу моментов. Но по XG 2.8, конечно, вы посмотрите. 12 ударов. Очень мало там было в створ. Вот. Сейчас посмотрим. Там 3 может быть ударов в створ. 4. 4 удара в створ. Вот. Били со всех позиций. Лишь бы забить. Поэтому так играть не нужно. Ну что ж. Действительно нас травмировал Серхио Рамос. На 4 недели вывих колено. На целый месяц мы потеряли нашу глыбу. В центре защиты. А сейчас у нас, я напомню, что игра против Манчестер Сити. Против Леона. Поэтому сейчас у нас в команде. Маркинес. Рамос на травме. Диало и Кимпинбе. Получается, Кимпинбе будет играть в двух у нас составах. Но что поделать. То есть, того же Керрера вызвали из аренды. Я не вижу смысла. Ради недели. Ну там месяц. Да, действительно. Вот месяц травмы. Рамоса. Это буквально там не знаю сколько. Две-три игры. Именно стартового основного моего состава. Поэтому я не вижу сильно в этом смысла. Поэтому пусть вот Кимпинбе встанет на эту позицию. Вот. Поэтому как-то так. Так. Ну что же. У нас закрытие трансферного окна. Я смотрю. Головин, кстати, куда-то ушел. Мне вот это вот очень интересно. Куда мог одеться Александр Головин. Вот сейчас мне интересно его найти. Вот, кстати, Цыганков, кому интересно, перешел в Лестер. Головин перешел в Уллэхэмптон. Ну, вроде мы как-то это даже с вами обсуждали. Давно, потому что не записывал. Так. Нам пришло сообщение. Рика сдан в аренду. Серджио Рика ушел в Асасуну на родину. На один сезон в аренду. Вот, замечательно. Так. Нам приходит сообщение по марку Верати. Хотят забрать его за 54 миллиона. Плюс отдать еще и Хуана Джордана. Которому 27 лет. На год помладше, чем Верати. Вот. Ну и сверху еще будут смотреть. 54 миллиона. Ну, конечно, нет. Потому что Верати с хорошим действительно рейтингом. Пусть он у нас еще останется. А вот как раз Бернато хотят обменять. У нас на Иску. Там с небольшой, смотрите, доплатой за 760 тысяч. Скорее всего, Реал теряет там какие-то, я не знаю, свои ресурсы. Кто у них там слева? Там Марселло. Минди есть. Почему они хотят забрать нашего Бернато? Это вот странно. Ну, может быть, он действительно сейчас один из лучших левых защитников. Испанцев. Вот. Поэтому. Ну, все равно я отклоняю. Мне Иска чисто даже по позиции не нужен. Потому что, если я не ошибаюсь, то у меня и Цапников в составе нет. У меня ЦП есть. Да. Даже того же Дракслера я переучиваю сейчас на позицию центрального полузащитника. Так. Эдуард Мичут. Пришло по нему предложение. Миллион восемьсот от Ливерпуля. А я не помню, я его в аренду или на трансфер бы выставлял. Это мне интересно. Я бы сейчас лучше бы зашел бы посмотрел. На трансфер я его действительно выставил. Либо в аренду. Потому что, если Ливерпуль им интересуется, то продавать я его почему-то вот прям не хочу. Вот в аренду бы лучше бы я его сдал. Убрать из списка. Из какого списка? Вот правда. Ну, раз у меня здесь Симмонс на этой позиции. Вот. То Мичут я скорее всего-то и выставил на продажу. Поэтому давайте попробуем договориться с Ливерпулем. Миллион восемьсот. То есть они прям по рыночной стоимости. Мы согласимся. Понятно, что скорее всего он какой-то перспективный. Потому что 18 лет. Рейтинг 65. Может быть там раскачается когда-нибудь. Но на данный момент им интересуется Ливерпуль. Почему бы и нет. Попробуем сейчас дать его вот в Англию. Так. Все замечательно. Мичут перешел в Ливерпуль из ПСЖ. За миллион восемьсот. Так. Ну и у нас остался последний час трансферного окна. Давайте посмотрим на наши сделки. Мы подписали только стерлингов. Бухали все свои деньги. Ну и получили прибыль в размере 19 миллионов трехсот тысяч. Продали Эреру. Фадигу вроде мы отдали в аренду. И Мичута мы тоже вот продали. Поэтому топ-3 главные сделки. Стерлинг из Манчестер-Сити в ПСЖ. Которому кстати нам с Сити придется играть сейчас в Лиге Чемпионов. Дальше. Лаударо Мартинес из Интера перешел в Ливерпуль. Ну и Гнабри перешел из Баварии в Интер. Вот. Все главные топ-3 сделки. Летнего трансферного окна карьеры за ПСЖ. Так. Нам приходит сообщение. Ежемесячный отчет о молодежных наших игроках. Так. Мариус Малли до свидания. У него 84 уже потенциал. Забавляет паренек. Вот Бруно Гроб. Мы ждем когда у него будет рейтинг 60. Общий. Поэтому и подпишем его в основном состав. Пока что все нормально у него. Потенциал хороший. Ждем. Ну что же. А у нас закончился с вами первый месяц. В французском чемпионате Лиги 1 август. Было 4 кандидата. Но вы уже видите кто признан игроком месяца. Милик из Марселя. Также Калета Сар. Калета Кар. Я не знаю. Но правда как читать эту фамилию. Напишите в комментариях. Лопес из Марселя. Три игрока из Марселя. И Колу Муани из Нанта. Кстати вот. Колу Муани из Нанта. Мы подписали в карьере за Борусию Дорхмунда. Поэтому вот так вот. Ну а Милик стал игроком месяца в чемпионате Франции. Замечательно. Так. Ну что же. Мы подходим к пятому туру. Мы на первом месте. В замечательном лидерстве. Никто 4 матча подряд в этом сезоне в чемпионате Франции не выиграл. Клермонт Фуд находится на 17 строчке. Милик сейчас действительно лучший бомбардир. У него 4 забитых мяча. Неймар был бы близок. Если там наверное дубль бы забил против Реймса. Но вот не получилось. Так. Ну а мы выходим вторым составом. Вот он. На ваших экранах немножко стерлинг там подустал конечно. Но. Все таки у второго состава у нас будет вот единственная сегодня игра. Вот против Клермона. Дома. Иначе против Мачиза Сити и Леона будет играть вот только у нас первый состав. Поэтому сейчас второй должен вдоволь наиграться. Поехали. Ну что же. Парк Де Пренс. Пятый тур. ПСЖ против Клермона. Чемпионат Франции. Интересная конечно игра. Получится ли у ПСЖ добиться 5 побед из 5. На старте чемпионата Франции с новым главным тренером. Узнаем мы сегодня. Приятного вам просмотра. Рафиня. Хорошая распасовка. Пошла и Карди. На Рафиню. И. Рафиня 1-0. 36 минута. Рафиня открывает счет. Против Клермо. Лермонт. Не знаю. Напишите тоже. Как правильно в комментариях читается название команды. Ну. Аккуратная такая распасовка вышла. И Карди отдает очередную причем голевую передачу. Вот И Карди вообще лидер второго нашего состава в атаке. И забивает частенько. И голевые передачи отдает. В принципе очень хороший у нее результативный старт. Ну. А Рафиня забивает свой первый гол в трех матчах. Поздравляем его с этим. Ну. И. Нава здесь спокойно мяч забирает. И все. Минимальная домашняя победа у ПСЖ. Пятый тур подряд. ПСЖ выигрывает. Снова же. Вот такими вот какими-то минимальными победами. Мне это не сильно конечно нравится. Хотелось же за ПСЖ более уверенной игры. Наблюдать. Но пока что как-то так. Так. Что у нас по показателю XG. Мы наиграли вот на три мяча. К верму. Даже вот на половинку. Не получилось. Ну что же. Пресс-конференция посвященная первому туру. Лиги чемпионов. Манчатер Сити против ПСЖ. Лига чемпионов. Сложный турнир. Ваша команда сможет выиграть его в этом сезоне. Эти игроки точно смогут выиграть. Ответим мы так. Неймар в последнее время находится в хорошей форме. Он будет чаще попадать в состав. Ничего личного. Не знаю. Ротация очень важна. Меняем тактику. Ничего личного. Ответим. Для вас начинается Лига чемпионов. Сможете победить в первой игре. Нужно сохранять концентрацию. Ответим вот так. Потому что все-таки мы на выезде играем. И Манчатер Сити тоже хорошая, сильная команда. Поэтому никаких прогнозов я бы не хотел давать на эту игру. Ну что же. Первый состав. К сожалению без Серхио Рамоса. Мы отправляемся. Заменим его мы на Преснелла Кимпембе. Который тоже вот уставший очень. Но что поделать. Все. Составы на ваших экранах. Манчатер Сити против ПСЖ. Первый тур Лиги чемпионов. Поехали. Итак. Лига чемпионов. Разминаются игроки Манчатер Сити. Сити являются одни из фаворитов конечно. Этого турнира. В прошлом сезоне они дошли до финала. Но ПСЖ два года можно так сказать. Назад либо год назад. Дошли тоже до финала. Проиграли там Баварии. Минимально тоже 1-0. Так же как и Манчатер Сити. Проиграли в финале Челси. Со счетом 1-0. Ну что же. Лига чемпионов возвращается. На наши телеэкраны. Манчатер Сити против Париса Энджермен. Как говорится битва шейхов. Сегодня нам предстоит увидеть. Рахим Стерлинг. Главная трансферная сделка летнего трансферного окна. Сегодня не в стартовом составе. В составе Париса Энджермен. Вот. Но он вроде как на скамейке запасной. Поэтому возможно он и выйдет усилить игру парижан. Поехали. Вейнальдум как сейчас отыграла. Неймар. Проходит все-таки Ля Порте. И все-таки 1-0. Ну здесь без офсайдной конечно Неймар справляется. Открывает счет. Ну и вот. Первый гол ПСЖ в этом сезоне в Лиге Чемпионов забил именно Неймар. Кто как не он. У него очень хорошая статистика по забитым мячам в чемпионате Франции. Три мяча за два матча. У Мбаппе три мяча за три матча. Поэтому можно сказать, что лучший бомбардир все-таки Неймар. Ему меньше матчей потребовалось для того, чтобы забить эти три мяча. Ну и вот. Два офсайда у Неймара было за первый тайм. Все-таки под конец смог разочаровать вот Хосе по Гвардиолу. Хорошим дриблингом, скоростью и прицельным подкрученным вот таким ударом. Отлично. 1-0. Майчестер Сити пропускает. Перед самым перерывом. На Леонеля Месси. Ну вы посмотрите, что творится. Что творится. Месси на пустые. И это гол. И это гол Кильян Амбаппе. Месси отдает голевую передачу. Но Амбаппе делает счет 2-0. И снова в концовке. Снова в концовке. Так же, как и в концовке первого тайма. ПСЖ забили. Просто разорвали сейчас оборону. Мне кажется, много игроков в Майчестер Сити побежали в атаку. Тоже, в принципе, логично. Им нужно было отыгрываться. Шансы на победу у них еще были. Но вот сейчас уже, мне кажется, все. Все. Уверенная победа ПСЖ. В городе Манчестере обыграли Манчестер Сити. Просто где-то в каких-то моментах расслабился, наверное, состав Манчестер Сити. В концовке первого тайма пропустили. И в концовке второго. 2-0. Гол Неймара. Гол Мбаппе. Голевая была точно, вот знаю, у Месси. Не помню, кто на Неймара вот отдавал. Так, ну и по ХГ мы наиграли на 4 и 7. То бишь на 5 мячей, если так округлять Сити. Вот можно им тоже округлить на 1 мяч. То есть, ну, разгромная, мне кажется, должна была быть победа. Но получилось, что получилось. Итак, приходит сообщение. Так, 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 так. На нас нацелились сборные России и сборные Англии. Вот так да. Вот так интересно. Два разговора с игроками. Так, Неймар. Тренер, я честно беспокоился, что вы планировали меня заменить. Просто появление в команде новых лиц в купе, в купе, в купе, в купе. Со всеми этими слухами из пресса выбили меня из колеи. Спасибо, что все прояснили. У тебя все получается, скажем так, Неймару. Мбаппе. Привет, тренер. У нас в последнее время все здорово. Вы знаете, что мне нравится играть в вашей команде и играть в этом клубе. Я просто думаю, что это хороший момент, чтобы поговорить о продлении моего контракта. Я хочу понимать свое положение. Давай посмотрим. То есть Мбаппе в Фюфе нацелен продлить контракт с ПСЖ. Не уйти в Мадридский Реал, а продлить действительно с ПСЖ. Вообще замечательно. Так что, ну давайте поговорим. Там тем более, наверное, у Мбаппе заканчивался контакт. Да, вот через 10 месяцев. Поэтому это отличный шанс с ним поговорить. Так, хотят. Агент, точнее, говорит, что роль в составе ключевой. Действительно, мы соглашаемся. Так, на сколько? На сколько? Давайте на 5 лет. Да, Мбаппе устраивает. Это замечательно. Принимаем. Так, что по деньгам теперь? Ух, тут бы главное мне не промахнуться. Я не знаю, ну 250 бы тысяч я предложил. То есть это повышение зарплаты для Мбаппе. Да, их это устраивает. Они даже не хотят никакой там подписной бонус. Все замечательно. Продлили мы Мбаппе до, какого там уже получается, до 2026 года. Мбаппе тогда будет уже там 27 лет. Поэтому шикарно. Так, отлично, шеф. Я очень рад, что вы меня цените. И считаете, что я могу быть полезен команде. Спасибо, что нашли время обсудить со мной новый контракт. Сейчас мне очень комфортно в клубе. Ты знаешь, как мы тебя ценим. Так, ну и нам приходит сообщение. Полное выздоровление Серхио Рамоса. Вот про то, что я и говорил. Сейчас бы я Тила Керрера вызвал. Вызвалил, вернул из аренды. Было бы как-то, мне кажется, неправильно. Так, ну я бы сейчас все равно посмотрел, что там по Рамосу. Я его не буду в любом случае выпускать, пока у него вот этот вот... Ну действительно, я его и выпустить-то не могу. У него ни стамины нет, ничего. Поэтому вот как-то так. Так, у нас пресс-конференция. Итак, победная серия продолжится. Но у нас она в принципе в чемпионате составляет 5 матчей. Поэтому мы в прекрасной форме. Или вот это все-таки. Меня интересует не сиюминутный, а общий успех. Ответим так, пожалуй. Кто победит? Мы победим так. Проведем матч и увидим. Я действительно не буду никакие тут громкие речи говорить. Как считаете, у вашего соперника подорван боевой дух? Мы будем полагаться на работу на тренировках. Какие-то действительно провокационные у нас вопросы здесь. Хотят нас вывести, может быть. На горячее слово. Но нет. Но нет. Так. Ну в любом случае это отличный матч. Если сегодня Леон даже и выиграет. Нас там никто уже в принципе не догонит. Хотя нет. Вот Марсель, да, может если сейчас выиграют. А мы проиграем. То может быть. Поэтому нам ни в коем случае нельзя проигрывать. Мы играем дома. Первым составом. Поэтому я надеюсь на очередную победу парижан в сегодняшнем выпуске. ПСЖ Леон. Поехали. Итак, разминаются игроки ПСЖ. Перед очень важной игрой. Конечно же это не игра против Марселя. Многие именно матч ПСЖ Марсель принимают как дерби Франции. Как то же самое Эли Классика в Испании. Только это французская Эли Классика. Но здесь тоже интересный соперник. ПСЖ Леон. Шестой тур. Парк Де Пренс. Мы в Париже. На очень важной игре для Парижа. Предыдущий матч у них был против Манчестер Сити. Может быть и устали ключевые игроки. Посмотрим. Посмотрим. Снова Верати. Хорошо сейчас как справился здесь. И нам Бапе. И нам Бапе. И это 1-0. Голевая передача от Неймара. При том, что Неймар мог-то там в принципе и сам раскрутить эту атаку. Забить гол. Выйти в единоличные лидеры. ПСЖ по забитым мячам. Забив четвертый мяч. Но нет. Забивает свой четвертый мяч в этом сезоне в чемпионате Франции Кильян Бапе. И если я не ошибаюсь в четвертой игре. Ну тут и Лопес. Конечно немножечко не хватило ему прыткости. В этом моменте. Но в любом случае. 1-0. Мбапе. Действительно четвертый гол. В четвертом матче. Француз забивает в каждой, можно так сказать, игре. В которой участвует. Марко Верати. Супер. Кильян Бапе. Ну как сейчас он просто разобрался. Вы посмотрите, а. Мбапе. Аккуратненько здесь на Верати. И что творит еще и Верати. Ну это просто уже унижение. Давно, кстати. И в сегодняшнем выпуске впервые. ПСЖ забивает два мяча. В первом тайме. Но. Мбапе. Тоже молодец. Не стал забивать дубль. Решил. Отдать результативную передачу. Хотя этот гол. Имени естественно Килена Мбапе. Там вырвал. Этот мяч буквально прошел. Середины поля. Оборону. Леона. Ну и вот так вот издевательски еще и Верати. Забил. Красивый конечно гол. Может быть станет. Одним из лучших. Голом. Тура к примеру. А может быть Голомейс. Ну вот первый гол. Кстати дебютный забил. Верати в чемпионате Франции в этом сезоне. Виналдум тоненькую передачу на Леона Ле Месси. Лео. И в ближней. А в штанге. Как забивает сейчас аргентинец. Один мяч. Сегодня на счету. Аргентинца. Ну действительно. Было три попытки. У Месси забить сегодня. Это игра против Реймса. Это игра против Манчестер Сити. И вот сейчас все-таки получилось. В третьем матче за сегодня первый гол Леонеля Месси. Как здесь аккуратненько все-таки выстелил и от штанги. Ну просто сотряс. Каркас ворот. Аргентинец. Ну и забил. Главное что забил. Перед перерывом разгромил уже ПСЖ Леон. 3-0. Переигрывают команду. Ну вот и Месси забивает свой дебютный гол за ПСЖ в чемпионате Франции в Лиге 1. Так Верати. Ох как неплохо. Вы посмотрите. Верати. И на Вейналдума. Ну вот сейчас-то как раз прошла. Прошла голевая передача Баппе на Вейналдума. Не в том моменте. Так в этом. Вейналдум забивает тоже в сегодняшнем матче. 57-я минута. Уже 4-0. Сейчас может быть наша самая разгромная победа. Потому что не понимаю как это происходит. Вроде Леон сильная команда. На 3-4 месте шли в чемпионате Франции. Но пропускают абсолютно все. Либо у нас залетает абсолютно все. На Месси прошла передача. Месси на Кильяна Баппе. Ой-ой-ой-ой. Это пенальти. Это пенальти. Очень хорошо сейчас все сделал в атаке и Мбаппе. Аккуратно мяч пробросил. Но, кстати, без желтой карточки даже Лопесу. Ну и пробивать, мне кажется, должен пойти Мбаппе. Хоть у него и точность пенальти похуже. Но доверим, доверим Мбаппе. Даже не знаю, в какой угол. И забивает. Угадал Лопес направление. Силу немножечко не досчитал. Мощно пробил Мбаппе. Немножко Лопесу не повезло. Но Мбаппе заработал этот пенальти. Сам и забил. 5-0. У Мбаппе сегодня шикарный матч. Он забивает дубль. И выдает две голевые передачи. Что творит француз в сегодняшнем матче? Но был близок. К тому, чтобы не забить. 11-метровый. Но все-таки получилось. Две голевые передачи. Два забитых мяча. И еще 20 минут до конца. Уе. Посмотрите, что творит Мбаппе. У Мбаппе сейчас хэт-трик. Голевыми передачами. Виналдум забивает дубль. Сегодня дубль забил и Киллиан Мбаппе. Все замечательно получилось у француза. Но по моментам все абсолютно заслуженно. Много создавал моментов ПСЖ. И забил абсолютно все, что мог, мне кажется. К сожалению, у Мбаппе не получилось забить сегодня хэт-трик. Но он сделал хэт-трик голевыми передачами. Представляете, если бы забил бы он еще хэт-трик. Было бы 3-3 за матч. Но, действительно, сегодня герой Киллиан Мбаппе. Виналдум тоже молодец. Забил дубль. Но, правда, это дубль с двух голевых передач от Киллиана Мбаппе. Поэтому это тоже мы с вами запомнили, оценили. Так, что у нас по ХГ? Да все, в принципе, замечательно. Вы посмотрите, 6 и 3. У нас ожидаемые голы. Мы все 6-то изобили. Вот Леон на 2 мяча-то наиграл. Но у нас хорошо и оборона сыграла. И Донарума. Так, игрок матча. Кто все-таки признан? Надеюсь, Мбаппе. Да, Мбаппе. 2 плюс 3 за этот матч дубль. И голевую передачу также отдал Виналдум. Тоже неплохо. Одну голевую Неймар. Гол забивал Верати. Ну и, в принципе, вот все. Ну и гол от Леонеля Месси. Месси, конечно, мог там еще и голевую отдать на Мбаппе в моменте с пенальти. Но, к тому же, Мбаппе сам реализовал этот 11-метровый удар. После вот этого столкновения с Лопесом. Ну что же, на этом мы сегодня и заканчиваем. ПСЖ на первой строчке. Вот, в отрыв пошел к Леон Мбаппе. 5 забитых мячей за 4 игры. Прогнозируемые голы 45. В принципе, вот он забивает по голу целому в чемпионате Франции. Замечательно. Что сейчас по турнирной таблице. Да, Мбаппе действительно лидер. Если бы забил хэд-трик, было бы вообще замечательно. Вышел бы на точно первое место с хорошим таким отрывом. Вот у него 5 забитых мячей. Что по ассистентам. Там Илмаз. 3 голевые. Но я бы все-таки поставил того же Мбаппе. У него за 4 игры. 3 голевые передачи. Верати тоже молодец. Свои голевые отдает. По сухим матчам. Тут лидер, конечно, Лопес. Из Марселя. Навас. За 2 матча. Ну, за 3 матча. 2 сухих. Так же, как и у Дона Румы. Поэтому на сегодня все. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok